100 литров воды слили тверичане с натяжного потолка из-за протекающей крыши. Но это не единственная проблема, с которой столкнулись жители общежития на проспекте Победы. Плесень на кухне и в комнатах – опасная проводка. Что делать и куда бежать жителям, которые оказались в подобной ситуации? Разбиралась наша съемочная группа. В этой комнате на четвертом этаже живет молодой человек. Сейчас он проходит срочную службу. Когда его сестра Виктория приехала проверить состояние комнаты, была, мягко говоря, в шоке. Здесь висел большой пузырь, больше 100 литров воды слили. Обои отошли, ламинат весь дыбился, потому что здесь прямо стояла вода. И диван насквозь был промокший, до сих пор он еще не высылал, потому что как все текло, так все текло вниз. Каждый год в период оттепелей и дождей жильцы четвертого этажа этого дома страдают от подтоплений. В этом году ситуация фатальная, говорят местные. Наш многострадальный дом появился на проспекте Победы в 1955 году. Сразу после Великой Отечественной войны. И был общежитием для рабочих производства на объединении химволокно. Здесь жили люди, которые восстанавливали страну и наш город в самое тяжелое время. На вредном производстве, понимая свою ответственность перед страной, они любили и ценили этот красивый дом. А он являлся для города олицетворением наших побед и новой жизни. В непростое время приватизации наше общежитие, переходя из рук в руки, потеряло статус общежития. И перешло в статус многокомнатного. Теперь здесь одна квартира и 118 комнат, в которых проживают порядка 200 человек. Сегодня условия для жизни благоприятными назвать никак нельзя. Вот, например, кухня на четвертом этаже. Потолок из года в год уже более 8 лет протекает. Образовалась плесень. И в таких условиях людям приходится готовить себе еду. С 2019 года пишу заявление. Фонд капитального ремонта о том, чтобы провели капитальный ремонт. Пока у нас капитальный ремонт дома не пройдет, не сделают, мы крышу так и будем мучиться. Отписки дают, что средств не хватает, что у нас уже запланированы заранее. А вот сейчас в последнее время, в 22-м году, они приняли решение до 25-го года. Они до 25-го года заявки принимать не будут. Вот поэтому вот так вот. А теперь будем писать заявку на 26-й год. Жители начали бить тревогу писать во все инстанции, чтобы добиться помощи хоть от кого-то. Общественный приемный Путина, Петрушину Максиму Александровичу. Он нас взял под контроль, наш дом, и дал нам пути, куда нам еще обратиться. Обратились в администрацию Московского района, в администрацию города Твери, в департамент ЖКХ и строительства, в госжилищную инспекцию Тверской области, в ГУРЭК Тверской области и Минэнергетики и ЖКХ хозяйства Тверской области. 22-го, 24-го мы обращение. Вот они получили наше обращение, ждем ответа теперь. А пока жильцам самим придется решать проблемы и устранять последствия очередного потопа. Полностью обои будем, ламинат весь перекладывать. Обои, ну, во-первых, просушивать нужно будет и противогрибковым, противопресневым, потолок полностью менять, ну и диван новый покупать. 60-70 тысяч минимум. Мы также написали запрос в администрацию Твери и фонд капитального ремонта Тверской области. О решениях, которые будут приняты в отношении этого жилого дома, расскажем в следующих выпусках новостей.